Ребятки, у нас с вами будет необычное занятие. Мы будем выполнять задание, а потом... Ой, слышите какой-то звук? Не слышите? Помолите! Не слышите? А я слышу, кто-то зовет на помощь. А вот кто зовет, вы узнаете после занятия. Если все правильно, выполните. Давайте сейчас, чтобы глазки наши были зоркие, выполним гимнастику. Делаем первый ряд. Пальчик у нас готов? Начали. Следим за пальчиком. Раз, два, три, четыре. В обратную сторону. Раз, два, три. Закончили. Момни, да? Раз, два, три, четыре. Молодцы. Впередка вверх пошла. Раз, два, три, четыре. Впередка в горизонтальной спиралке. Раз, два, три. Закончили. Закрыли глаза. Открыли. Глаза у нас готовы работать. Теперь подвиньте к себе узкую полоску. Постарайтесь прочитать, что там написано и отгадать загадку. Так, читаем и отгадываем. Кто готов, поднимает руку. Так, Никита, что ты прочитал? Муха говорит. Муха говорит. Кто это? Что это от ней? Громко. Готов, Саша? Все ее слышат. Все слышат. Что же это? Муха говорит. Вика, прочитала? Что у тебя? Прочитай. Веркаться, да? Только и всегда веркаться. Что будет? Что это? Помогите, Вика. Тонкая всегда вертится. Я не посмотрю. Радион шея. Правильно, шея. Дальше. Какие есть загадки? У меня там надо глазами могут хмуриться. Светлит. Давай, давай. Хмурится там. Хмурится. Хмурится. Хорошо. Что? Такая отгадка. Что это может быть? Глазами. Над глазами мурится. Хмурится. 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 Молодцы. Вот она. А вот сейчас отгадайте мою загадку. Умная. Круглая. Под волосами. Глаза. Глаза. Да, вот еще. Дорисовываем такую голову. Глаза. Получается кто-то там у нас. Кто-то. Так. Так. Я снимаю пальчиково. Тихо, тихо. Такая голова. Молодцы. С этим заданием мы справились. Что-то у нас уже получилось. А теперь подготовим наши пальцы. И сделаем пальчиковую гимнастику. Начали? Вот они готовы, Тимур. Хорошо. Все сидим ровно, прямо, отнесся в улице. Этот пальчик самый большой, самый веселый, самый смешной. Этот пальчик указательный, он солидный и внимательный. Этот пальчик средний, ни первый, ни последний. Этот пальчик безымянный, он не любит каши маны. Самый маленький мизинчик. Любит бегать в магазинчик. Вот он как побежал. Хорошо. Стереть еще. Готовы к работе? Вот, оказывается, кто нас ждал на помощь. А сейчас встанем и отдохнем к столе. Да. Отдыхаем. И делаем без минутку ножки. Начали. Все готовы, Тимур? Да. Ну, потом, Тимур, может, дальше, но ничего страшного. Уберись в дорогу. Шагают наши ножки по ровненькой дорожке. Похлопаем ладошки. Пусть попляшут ножки. Ножки вместе, ножки в рост. Ножки прямо, ножки в кость. На носочках поскочите. И на ножках походите. Устали наши ножки. Присядем, присядем на дорожке. Посидим, отдохнем и опять гулять пойдем. А гулять мы с вами пойдем в лес. Садитесь. Вот такие же человечки пошли здесь. И они там наделали много ошибок. Кто хочет выйти к доске и рассказать, какие ошибки сделали ребята у нас сегодня. Так, Кирилл, давай, выходи. Остальные слушают. Мальчик ушел в карболь и бросил мусор и ушел. Так нельзя делать. Почему так нельзя делать? Потому что может умереть природа. Правильно, может все сгореть и умереть. Замечательно, Кирилл, садись. Так, вы согласны с Кириллом? Да. Тимур хочет у нас. Нельзя одному ходить в лес без родителей. Потому что? Можно заблудиться. Можно? Четчик говорит, заблудиться. Ну, это очень неприятно. Замечательно. Садись, Саша. Быстрее ходить. Так. Нельзя ходить, нельзя брать плохие грибы и ягоды. Потому что можно отравиться. Правильно, ребята? Да. Молодец. Все правильно сказал Саша. А замок? А что ты ее делаешь? Нельзя. 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 Ночью ходить. Просто дождем. Потому что может быть молния. И они. И вот. Молния будет туда и дерево. И дерево может человека поламить. Нельзя в молнии стоять под деревом. У нас Азамат. Хотела бы вот это вот сказать. У него получилось. Молодец. И последний рисунок Андрея. Проходи, пожалуйста. Нельзя ядовитые змеи трогать. Можно отравиться. Она может? Ужать. Ой. Сразу человек умирает, если змея тебя трогает. Молодцы. Вот мы с вами и отгадали человечка. И рассказали, какие он делает ошибки в лесу. Молодцы. У нас все занятие подошло к концу.